Вы так долго не ждали этого обновления в моих поющих монстрах. И я сейчас не шучу. Моим монстрам добавился аж целый один остров. С целыми нуля новыми монстрами. И вот здесь я уже не шучу. В игру добавили аж целых зиро новых монстров. Но все-таки новые монстры сегодня будут. И это парадокс. Потому что если вы зайдете сюда, в коллекцию вы здесь обнаружите исключительно старых монстров. Вот здесь у нас есть Причуды, есть Перископ, Терменюм. И целая куча других монстров. Тут даже редкие есть, эпические есть. Кстати говоря, добавили вот эти вот кнопочки. Это гораздо удобнее, чем раньше. И целых ноль, например, эпических монстров пока что на этом острове. Но здесь вроде как добавлены были новые редкие монстры, которых я, наверное, никогда не получу. Так или иначе, этот остров мы сегодня позаполняем. Но чуть попозже. И вы, наверное, обратили внимание, что у меня всего 40 гемов. И то, эти 40 гемов мне начислились только что при входе в игру. На самом деле у меня их тоже было зиро. Хотя буквально недельку назад у меня было 1300 гемов. Я знаю, что вам интересно, откуда это я достал столько гемов. Ну и с этим вопросом я точно смогу вам помочь. Если ты хочешь много гемов, залетай на плейрок. Я про него уже много раз рассказывал. Это маркетплейс игровых товаров и услуг, в котором более 500 игр и приложений с широким ассортиментом игровых товаров по самым низким ценам. Включая наши любимые алмазы. Например, здесь ты сможешь купить 300 алмазов с бонусом в виде премиума всего за 699 рублей по скидке в 30%. Сама покупка здесь очень простая и быстрая. Выбираем нужное количество алмазов, вводим нужные данные, оплачиваем удобным для вас способом и получаем алмазы в игре. Кстати, теперь доступна оплата по зарубежным картам с любых стран. Ну и, конечно же, помимо валюты, вы также сможете купить или продать свой аккаунт, если вам это понадобится. Насчет безопасности тоже можете не переживать. Я сам пользуюсь сайтом уже долгие месяцы. И за это время он успел накопить более 3 миллионов положительных отзывов с рейтингом в 5 звезд. Залетай на плейрок по ссылке в описании и покупай товары со скидками до 90%. Ну а также подпишись на телеграм-канал в плейрок, если хочешь видеть актуальную инфу и халяву. Ведь там проводятся еженедельные розыгрыши с крутыми призами. Ссылочка тоже в описании. И также вам, наверное, интересно, куда же я потратил все свои гемы. Почему у меня их теперь 40, а не 1300? Что ж, для ответа на этот вопрос мне нужно перейти на остров Вублинов. И когда я на него перейду, вы здесь не обнаружите ни одного нового Вублина. Но не пугайтесь, дамы и господа. Они здесь есть. Просто они здесь спят. Я целую неделю и больше тысячи гемов потратил, чтобы пробудить аж целых раз, двас, трис, четырис Вублиновас. Что я сейчас сказал такое? Да, это было очень сложно и очень дорого, хотя вроде как вот эти вот Вублины, они стоят еще дороже. Давай-ка мы с тобой сейчас зайдем в магазин и посмотрим, сколько эти Вублины стоят, если их просто покупать. А стоят они, собственно говоря, не так уж и много монет. Но если вы попробуете их пробудить и дозаполнить, кстати говоря, вот этих я тоже пытался заполнить, но у меня не получилось. Разве что вот этого я вот почти заполнил. Посмотрите, мне тут нужно еще 4 раковицы, 6 мракостуков и 8 зерномехов, и все. И казалось бы, ну вроде чуть-чуть монстров, но чтобы их заполнить, нужно 500 бриллиантов. А чтобы дозаполнить вот этого чувака, которого я тоже немножко пытался заполнить, но я просто смирился, что у меня не получится, вы просто посмотрите на то количество монстров, которые здесь нужно запихнуть. И на него нужно 1700 гемов, это безумие. Но все-таки новые Вублины сейчас пробудятся, и мы вместе их послушаем, а дальше заполним новый остров и послушаем звучание нового острова. Так или иначе, начнем с Вублинов, пробуждаем первого Вублина. Кто это у нас такой? Посмотрите на него. Какая модная жаба! Как тебя зовут, жаба? Ее зовут Дермит, или его зовут Дермит. Это какая-то грибная жаба, и я, собственно говоря, хочу ее послушать. Как же много здесь еще персонажей надо! Стоп! Здесь есть сезонные Вублины, это ж... это ж... Где его до... А, это редкий Гомунгл. Почему он сезонным считается? Не совсем понятно. Ну да ладно, здесь уже нету, кстати говоря, кнопочки для редких персонажей, и это большое упущение. Я хочу, чтобы эту кнопочку добавили везде. Мы его пробудили, я сразу поставил в студию звукозаписи, чтобы его послушать. Так, давай. ВНЕМЛЮ твоим звуком и твоим ароматом грибным. Давай, поехали. Какой страшный, какой жесткий звук у него, однако. И вот так быстро, собственно говоря, мы его послушали, а на то, чтобы его вывезти, я потратил, наверное, минут сорок. Я сидел и бесконечно выбивал, 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 и еще раз выбивал новых монстров. Я бы на самом деле деньги потратил на плеерке, чтобы мне кто-нибудь вубленов-то разбудил всех. Вот это реально то, что я сейчас еще хочу докупить к своим еще гемам. И гемы я тоже еще докуплю. И вы закупайте гемы на плеерке. Ну и следующий персонаж у нас Чревоугодник. Блин, он выглядит гораздо хайповее. Пока что это самый красивый вублен, наверное. Да, все остальные выглядят всрайтенько. А как он будет звучать? Вот звучать он, наверное, будет всрата. Хотя он вроде уже издает какие-то звуки, такие Что-то такое он издавал? Ну давай мы послушаем его. А, класс, у меня игра сломалась. Блин! Перезапускаем. Итак, слушаем. Вроде он уже издает звуки, но я хочу его отдельно послушать. Вот он, дорогуша мой. Давай, какие звуки ты издаешь? Он вроде издает такие Ну, что-то подобное. Ну, давай. Кстати говоря, в игре как будто багов больше появилось. Ну, В целом прикольный звук. Ничего не могу сказать. Прикольно. В принципе, вообще вся песня сейчас на острове вубленов звучит вполне себе хайпово. Дальше у нас вот эта вот чебупеля длинная, которая тоже интересно выглядит. Как он у нас будет выглядеть, когда проснется? Нифига, какой флексер проснулся. Это у нас импульс-прыг. И, видимо, он будет здесь прыгать. И, по-моему, это что-то поющее. Я там вижу микрофоны. Я даже слышал звук такой. Что-то подобное. И у меня опять игра сломалась. Блин, Чё с обновлением-то случилось? Может быть, мне нужно просто пару островов посетить? Кстати говоря, этот остров я тоже никогда, блин, в жизни не заполню. Сколько стоит заполнить? Давай, давай, мне интересно. Сколько стоит? Две тысячи суток. До свидания. До свидания. Всё. Я этого не видел. Ты этого не видел. У нас это не интересует. Нет, спасибо. Я пойду обратно к воблинам. Не такие уж вы и дорогие. Поехали. Записываем следующего воблина. Кстати, игра, наверное, описание стоило бы почитать у них. Но, возможно, к этому мы вернемся чуть попозже. Итак, дамы и господа, какой звук он издает? Слушайте, это забавно. Она показывает свои глаза и такая, глаза, ушки, нос и какого-то хрена потом нога. Я не знаю почему, но как бы ладно и на этом спасибо. И последний воблин, которого нам нужно сегодня разблокировать. Кто это такой? Я не знаю, кто это такой. Давай мы просто его пробудем. Стесняшка какая-то. И на самом деле остров уже выглядит впечатляюще. До этого он выглядел всратенько, но теперь прикольно. Это у нас ВИЗГЭМУ. О, я его уже слышал. Ё-моё, ужасный, отвратительный звук. Он просто вяжет, как курица, которую не дорезали. Вот это вот его было, вот это. Если да, то это полнейшая жесть. И мне он не нравится. И у него, как назло, будет две песни. Нет, всего одна песня. А почему у таких дорогих воблинов по одной песне всего? И? Да, вот этот мирский звук, это от него. Ну, он вроде поет, но поет так мерзко. Мне не нравится. Э-э-э-э, все, 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 я тебя слушать не хочу. Я, по-моему, продал на самом-то деле. Но он мне будет приносить валюту. И мне осталось не так уж и много воблинов пробудить. Проблема только в том, что оставшиеся воблины очень и очень тяжело пробуждаются. Например, вот этот как пробуждается? Ну, на самом деле, не так уж и сложно. Слушайте, вот этого я еще могу пробудить? Хотя 6 рифов достать будет сложно. А вот этот, например, как пробуждается? А вот здесь уже сложно. 5 ракатактов, 5 диджей, еще целая куча других персонажей. Только на выведение 10 полизаторов может уйти как раз-таки минут 5-10. А на то, чтобы вывести 5 ракатактов и 5 диджей, нужно вообще минут 20-30 потратить. Кстати говоря, об этом. Я так долго пытался вывести харамня, что мне в итоге выпал, вы не поверите кто, редкий харамень. Вот он, вот так он выглядит. Давайте-ка я его приближу, посмотрим на него все вместе. Давайте-ка. Ну, на самом деле, на самом деле игра опять лагает. На самом деле он выглядит, ну, практически так же. Просто его зачем-то перекрасили и добавили ему еще ноги тоже поющие и говорящие. Выглядит, конечно, прикольненько, но я ожидал большего. Так или иначе, у меня теперь есть редкий харамень, так что харамней мне выводить теперь гораздо попроще. Ну, и также вы могли обратить внимание, что у меня, во-первых, здесь есть еще один редкий харамень. И если что, и еще один редкий харамень. И если я здесь нажму на кнопочку высечь, у меня появится вот такая вот штучка. И мне якобы нужно отпереть персонажа, чтобы раскрыть какой-то там эволюционный потенциал монстра. Давай мы попробуем, ну, например, отпереть, ну, я даже не знаю кого. Давай кого-нибудь попроще. Ну, как раз-таки вот эту вот штуку попробуем отпереть. Отпираем ее. Для этого нужно 5 ключей. Знаете, сколько у меня ключей? Сейчас вы узнаете. У меня всего-то 11 тысяч ключей. Ну, как бы хватит на отпирание вообще всех монстров за всю историю существования этой игры. Так, нажимаем теперь на кнопочку высечь. И мы высекаем искру жизни в новом персонаже. Вроде как теперь он будет высекаться не по времени, а просто бесконечное количество времени. И да, вот он там что-то уснул опять. Нифига себе. А чё, а чё, а чё такое-то? Теперь пока... А, теперь пока я не заполню его редкими персонажами, он нихренашеньки не проснется и не будет мне валют приносить. Э, дядь, просыпайся! Стоп, а если я, например, вот этого теперь пробужу? Давай-ка. Отпереть. Отпираю его. И... А, не, всё норм. Так я могу всех отпереть. О, вот сюда тоже нужен редкий сбалолист, он у меня есть, редкий хорамень он у меня есть. И... Классно! Теперь нужно ещё редких персонажей. Так, давай я всех отопру. Вот этого отпираем. У него всего три ключа, может, у него попроще? Тут всё равно по шесть редких персонажей. Мне выпал редкий хорамень спустя, наверное, минут сорок и тридцать персонажей. Я не знаю, я не считал, но это было очень сложно. Вот этого давай отопрём. Я-я-я-то думал, куда мне мои ключи тратить? А вот куда... Ох, жесть какая! Вы что, с ума сошли? Вот куда мне нужно было сливать редких персонажей. Давай этого отопрём. Что у него здесь? Ну, я теперь хотя бы понимаю, куда мне редких персонажей пихать. Я буду прокачивать вот этих воблинов. Я на них потрачу ещё 800 лет. О, вот этого проще всего. По-моему, я его даже до этого отперел. Нужно три редких зерномеха и одна редкая легашка. Ну, вроде, это несложно. И вот этого я уже отперел, отпер, выпер. Здесь посложнее. Ну, и давай остальных тоже отопрём. Посмотрим, чё нужно для их прокачки. Чё для твоей нужно. Ой, редкий дидж. У меня, по-моему, вообще ни одного редкого диджа до сих пор. Нет, представляете, насколько это сложно будет его получить. Хотя я выводил примерно штук 10 диджей как раз-таки для этих воблинов. Ну, и здесь вроде не так уж и сложно. Стоп. А если я захочу заполнить, например, по-моему... Вот, да, вот этот самый простой. Я беру и, например, хочу его заполнить. Это 400 бриллиантов, 4 персонажа. Ну, хотя... А 100 бриллиантов на 2 персонажа не так уж и дорого. В принципе-то, тем более, что редких персонажей гораздо сложнее получить. Если хотите новую серию с новыми воблинами и с прокачкой старых, ставьте лайки, потому что донат там нужен будет колоссальный. Ну, и теперь нам нужно заполнить перекрёсток магии. И его проще всего заполнять будет с последних островов, а не с первых. Что парадоксально. Давайте будем собирать здесь везде гемы. И... Кого? Кого здесь нужно, собственно говоря? По-моему, вот тебя нужно. Да, я здесь Вики себе открыл, чтобы посмотреть, кого мне нужно будет отправлять. А, трынджао мне нужно будет отправить. И причём, чтобы транспортировать, монстр должен быть не 10-го, не 15-го, а 18-го уровня. Вы представляете, сколько я сейчас потрачу, собственно говоря, своей еды? Вот у меня сейчас 26 миллионов еды. Сколько я потрачу, чтобы довести его до 18-го уровня? Ну, миллиона, два, наверное, потрачу, да? А, три миллиона, четыре миллиона, пять миллионов. Чего? Чего? Шесть миллионов улетело на одного, я думал... Что? Это ещё и стоит восемь миллионов монет? То есть я трачу шесть миллионов еды, вываливаю вот так вот, а потом ещё восемь миллионов? Ни хрена себе. Может, вы в сорокотенечку пойдёте? Что он будет мне такого здесь приносить гениального? Стоп! Что, простите? Он еще... Вы издеваетесь сейчас? Он еще здесь будет выводиться сколько-то времени? Это шутка какая-то. Это какой-то анекдот. Мне срочно нужны гемы. Мне срочно нужно 50 гемов, чтобы хотя бы одного персонажа вывести. Благо у меня на всех островах есть предметы, которые мне приносят гемы. Я сейчас все это соберу, только давайте мы еще вот это вот раскрутим. Может быть, мне сейчас повезет и мне выпадут 25 гемов. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Да ну нет, ну еды-то мне тоже 6 миллионов надо. И вот эта вот капля... Нет, это песчинка в море, блин. Вот эта вот сумма. Поехали дальше. Итак, я собрал все алмазы со всех островов. У меня теперь 55 алмазов, поэтому давайте мы их потратим. И здесь пахнет донатным перевесом, потому что вам нужно 6 миллионов еды, 8 миллионов монет. И потом, если вы сразу хотите этого персонажа и не хотите ждать более чем двое суток, вы должны потратить еще 50 гемов. И только тогда вы транспозиционируете вот этот вот непонятный шар с персонажем. Возможно, он здесь эволюционирует. Если нет, то это... Это жопа, дамы и господа. Для чего был добавлен этот остров? Что бы что? Вот я реально не понимаю. Что бы что? Я не вижу здесь новых персонажей. Давай я его размещу. Может, он здесь будет мне миллиарды приносить? Сколько ты мне будешь сейчас приносить денег? Ам... Стоп, что? Он не при... Он не приносит денег! Я только могу его огигантить еще за гемы. Да, конечно, мне делать нечего. Стоп! Это как золотой остров и вот эти вот все острова, где мы просто... Перекидывай магических персонажей. И все, я его перекинул, потратил на это 50 гемов. И все. Реально, и все. И больше ничего я не могу с ним сделать. Вот. Теперь мне нужно еще 31 монстра сюда перекинуть. Еще вот 14 редких. И я за это ничего не получу. У меня даже в заданиях ничего не выполнилось. А, если я перекину четверых, мне дадут 20 гемов. Обалдеть! Разработчики просто с такой щедрой душой подошли к этому вопросу. Зато за открытие перекрестка магии дают, ну, 180 тысяч еды. Это хотя бы прилично. И 18 осколочков. Но это тоже не смешно. Кстати говоря, у меня 250 тысяч осколочков. Я давным-давно не заходил на остров своего племени. Извините меня, все люди, которые здесь есть. Они, наверное, тоже не прокачивают своих персонажей. Да, почти все первого уровня. Ну, это норма. Это норма. Мне вот интересно, сколько я могу прокачать на 250 тысяч осколков своего персонажа. Давайте я хотя бы немножечко потрачу. Если вы до сих пор играете, можете зайти и тоже прокачать. Потому что я очень давно не прокачивал. По-моему, я тратил обычно тысяч по 50. Мне это давало уровень, я так, 30-й, 40-й. Чё такое было? Хотя нет, даже 50-й, наверное, уровень мне дадут. И вот здесь бы я тратил уже по 2 миллиона просто за одну кормежку. Вы представляете? Сколько я накопил осколков. Это абсолютно безумная какая-то сумма. И вот я 40-й уровень поднял. Толком-то и не потратив свои запасы. Я еще 1030 могу вот так по щелчку пальца слить. И их как будто бы и не было. А ведь раньше я мечтал обо всем этом. И еще я одну штучку хотел вам показать, которая разбивает мне сердце. Вот смотрите. Теперь мне бесконечно будут нужны новые редкие монстры, не так ли? И в теории-то они у меня есть. Здесь есть хоть один? Да, вот здесь есть один редкий избалолист. Давай мы его высекем. А почему у меня вот этот не открыт? Давай, давай, открывай. 12 ключей, не спасибо. Давай мы в простых будем закидывать. Например, вот в этого. Будем в нем высекать иску жизни. И теперь, если я зайду в магазин, вы сейчас охренеете, конечно, от того, что вы здесь видите. И здесь есть редкий мамунт, редкая кустива, барабамень, полизатор. И это только на этом острове. И, например, я хочу редкого мамунта. И в инкубаторе уже есть яйцо. Ну а как иначе-то? Как иначе-то? Ну давай мы продадим там что-нибудь. Что у меня здесь есть? У меня здесь избалолист. Ну вот я его продаю за 156 тысяч. И хочу редкого мамунта. Высечь я его хочу. Что звучит очень страшно. Но когда я его покупаю, он у меня отправляется сразу вот сюда. Вот я ничего с ним сделать не могу. Я могу его только разместить. И потом, например, куда-нибудь отправить. Но в целом это абсолютно для меня бесполезно. Ну и то же самое на других островах. Вот что у меня творится на острове холода. Здесь тоже целая куча редких персонажей абсолютно бесплатных. Которых у меня, кстати говоря, даже и не было. По-моему, редкого Клавмана у меня не было. Вот или редкого полизатора у меня. Нет, редкий полизатор у меня был. Давайте посмотрим, каких редких персонажей у меня не было. Вот редко лек птиц не было. Выглядит она вот так вот. На острове воздуху у меня есть редкий проперборг. Ого-го-го. Он выглядит реально хайпово. Но и в остальном все то же самое, что и было до этого. Это я еще опять же молчу о том, что я могу зайти в звездный магазин и купить здесь гамак. Ха-ха. Круто. Нет, обычно здесь персонажи были. Сегодня их почему-то нет. Видимо, сегодня не сезон. На острове воды у меня редкая кустива есть. Но мы ее уже получали. Да и здесь вообще жесть. Здесь посмотрите, сколько их. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять бесплатных персонажей. Вот так вот могу разблокировать. Только зачем? У меня даже храм не бесплатный есть. В общем, на новый остров мы посмотрели. Можем, конечно, вообще почитать, что это за остров такой. Нафига его вообще добавили? Потому что мне пока что-то непонятно. Я в лоре не сильно разбираюсь. Давай мы нажмем на инфа. И есть существо, которое уверено, что все, что блестит, золото. И оно покупает лестницу в небеса. Несмотря на то, что некоторые его аспекты кажутся знакомыми, перекресток магии на самом деле не принадлежит собственному миру монстров. Обалдеть. Оно приходит извне. Плавающий остров расположен на космическом перекрестке блужданий. Творец лестниц. Загадочного существа, которое путешествует автостопом по галактике в поисках разумной жизни, с которой можно общаться. За время своих межзвездных путешествий Творец лестниц привлекла к своему делу множество единомышленников за какие-то астрономические суммы гемов, монеты, еды, титанических размеров. И узнав историю гигантов, отправила их интегрироваться в мир монстров. Теперь магические монстры, рожденные в результате этих союзов, могут использовать транспозицию, чтобы отправиться в перекресток и впервые встретиться со своим создателем. Боже, серьезно, что? Иногда безмятежная, иногда воодушевляющая. Песня перекрестка представляет собой кульминацию надежд и мечтаний всей жизни. А, здесь будет самая эпичная песня в истории, но чтобы ее услышать, нужно будет либо лезть на YouTube, либо же тратить невероятное количество ресурсов, что я не очень-то и хочу делать. Но напишите мне в комменты, что вам было бы интересно увидеть по поющим монстрам. Потому что, ну и оказалось бы, уже все, что мог, разблокировал, кроме самого сложного. А вы хотите еще? Если вы реально хотите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте, что с вами сегодня был Foxneo. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok